Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Сегодня ночью начинается капитальный ремонт Южного моста. Водителям нужно быть готовыми к тому, что уже в среду утром работать будут только две полосы по одной в каждую сторону. Меняется и движение общественного транспорта. Так пассажирам придется проходить один участок моста в 750 метров на своих двоих. На какой срок затянется ремонт и как теперь добираться до центра жителям Куйбышевского района, расскажет Валерия Макарова. Уже этой ночью закроют половину Южного моста по всей длине. Здесь начинается капитальный ремонт, которого ждали много лет. Конечно нужен. А вы зимой ездили? Ну там дыры были. Он уже ветхий. Его надо ремонтировать. Много очень дыр. Постоянно они возникают. И образуется генетрицкое погрязнение. Поэтому его надо капитально ремонтировать. Может быть мы альтернативную дорогу выберем через Кировский мост. Посмотрим, как здесь будет организовано движение. Будем ездить через Южный мост. Нам подходит. Ну утром, пораньше выезжать и все. Грузоподъемность моста на время ремонта уменьшится до 3,5 тонн. Поэтому движение грузового транспорта полностью ограничен. Для безопасности людей принято решение сделать схему движения с пешим переходом. Мера вынужденная, но только она позволит быстро завершить ремонт. Маршруты следующие из Куйбышевского района будут направляться вот сюда под мостовой переход. Здесь будут пассажиры выходить, подниматься по лестнице и проходить до ближайшей остановки общественного транспорта, которая находится на улице Промышленности. Здесь примерно 750 метров нужно будет пройти. Делать остановки под мостом будут автобусы номер 63, 66, 215 и 26. Важно сохранять билеты, ведь по ним пассажиры бесплатно смогут продолжить поездку с остановок на пересечении улицы Авроры с улицы Промышленности. В понедельник территорию под мостом, где теперь будет останавливаться общественный транспорт, начали приводить в порядок. Вывезли весь мусор, который зимний при накоплении остался буквально, я думаю, до вечера, мы это закончим. Нам останется поставить шесть урн и за сегодняшнюю ночь и завтрашний день сделать ямочный ремонт с двух сторон. Во время капитального ремонта обновят дорожное полотно, тротуары, укрепят несущие конструкции и пролетные строения. Основной вид работ – это замена деформационных швов. По словам подрядчика, закончить ремонт планируют в три раза быстрее, чем предполагается проектом. Данный проект был разработан проектировщиками на 21 месяц срок производства работы. Мы намереваемся закончить все это где-то в октябре месяце, в конец октября. За счет круглосуточной работы и увеличенного количества техники и русского состава. Гарантия на обновленное дорожное покрытие – пять лет, на конструкции объектов – восемь лет. Если в это время возникнут дефекты, подрядчик будет устранять их за свой счет. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. Подготовку к предстоящему субботнику, который состоится 15 апреля, обсудили на еженедельном совещании в Самарском департаменте городского хозяйства и экологии. Сейчас уже треть города приведена в порядок. К борьбе за чистоту присоединяются и активные горожане. Но пока показатели прошлого года не побиты. Для всех желающих навести порядок в своем дворе, а также в парках и скверах, районная администрация готова предоставить необходимый инвентарь. Руководитель департамента Вячеслав Коновалов поручил управляющим компаниям и районам активнее привлекать общественность к уборке города. Задачи и главой города, и губернатором поставлены однозначно. Привлечь максимальное количество людей. Будьте готовы, что у вас сегодня, завтра, четверг, еще подготовительный день проведения субботника. Он должен быть отработан на совершенно другом уровне. Наводить порядок коллективам в 100 человек и быстрее, и веселее. Активисты программы «Чистый город», не боясь пыли и грязи, убрали сквер на пересечении Мичурина и Московского шоссе, который в будущем будет носить название «Молодежный». Под задорную музыку и работа спорится. В этом убедилась Марианна Мирная. Чистота начинается с самого себя. Сотня студентов Самары закатала рукава и вышла на уборку города. Ленинский район для них родной. Здесь они живут, учатся и готовы прикладывать усилия, чтобы помочь городу преобразиться. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Если мы будем продвигать эту инициативу в молодежи, так сказать, в массы, то, я думаю, мусора станет меньше. На самом деле мне очень приятно здесь находиться. Я пришелся со своими одногруппниками, убираться под музыку, попить чай элементарный и навести порядок в центре города. И к тому же в этом районе я живу, поэтому мне будет тоже очень приятно. Сквер на пересечении Мичурина и Московского шоссе никогда не был особенно популярным, скорее проходным. Теперь же ему дадут название «Молодежный». Именно поэтому студенты с таким энтузиазмом вызвались привести в порядок место своего будущего отдыха и даже планируют обустроить его по-новому. Я думаю, это некая фотовыставка, необычная, с некоторыми использованием технологий, не могу пока сказать каких. Это, например, к примеру, может быть использование теплых лавок. Своими силами, по своей инициативе они посчитали, что им это интересно, это нужно, нужно привлекать как можно больше людей к субботнику, к благоустройству города, а начинать, естественно, нужно с себя. Программа «Чистый город» работает в Самаре с 2013 года. За это время число парков и скверов, где наводят чистоту студенты вузов и колледжей, выросло в два раза. Сейчас их 15. Идея акции такова, что молодежь приводит в порядок такие объекты, социокультурные объекты в городе, парки, скверы, аллеи, площади, где они потом летом отдыхают, гуляют, играют в футбол, занимаются другими видами спорта, катаются на роликах, на велосипедах, и тем самым они вносят свой вклад в благоустройство территории города. В этом сквере два года назад установили табличку в честь 70-летия Великой Победы. И активисты программы «Чистый город» обещают, что аллею памяти будут поддерживать в чистоте не только во время субботников, но и на протяжении всего года. Для того, чтобы навести в собственном городе порядок, нужно всего лишь четыре компонента. Три из них, три у чистоты, находятся у меня в руках. Это лопата, грабли и метелка. А четвертое – это хорошее настроение и желание привести город в порядок и сделать его еще более прекрасным и красивым. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Гусь пришел из Саратова. Добытчики диких птиц затаились в укрытиях. В Самаре проходит сезон охоты на водоплавающую и бировую дичь. В этом году разрешение получили более 10 тысяч человек. Этот сезон короткий – всего 10 дней. Будет ли у самарских охотников возможность поохотиться чуть дольше, узнавала Олеся Карецкая. Летят утки, а также селезни, тетеревы, вальчныпы и гуси. Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь открылся. Машины с трудом прошли по бездорожью, но бывалые охотники без добычи не остались. Погода позволила… Сформировались достаточно обильные снежницы, то есть скопление павловых вод на грееве и местности в этих южных районах. Гуси с Саратова пришел, хотя это уже не основная часть пролета, но тем не менее настоящие охотники поохотиться смогли. Самарский регион – это граница лесной и лесостепной зон, пока в одной части вовсю тает снег, в другой еще лежат сугробы, что осложняет охоту. В этом году областной департамент охоты и рыболовства выступил с инициативой добавить еще один охотничий период весной. Сейчас предложение рассматривают в Федеральном министерстве природы. В этом году разрешение поохотиться на диких птиц получили больше 10 тысяч человек. За охотниками следят вместе с Росгвардией, на земле и с воздуха. В прошлом году поймали почти 700 нарушителей без разрешения на охоту или оружие. В 2016 году нарушений было скрыто меньше, поскольку охотники у нас все-таки народ дисциплинирует из года в год и предпочитают взять разрешение на охоту, чем попадаться и получать за это протокол. Незаконная добыча, охота с нарушениями карается штрафом от 500 до 4000 рублей. Следующий сезон откроется 1 июня. Под прицелом будет самый желанный для самарцев трофей – кабан. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре презентовали книгу Алексея Солоницына «Самарское знамя». Она посвящена истории создания первого боевого знамени болгарской армии. Полотно, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было подарено болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. Самарское знамя – единственное полотнище, награжденное орденом за храбрость Республики Болгария. В прошлом году легендарному символу российско-болгарской дружбы исполнилось 140 лет. Тираж книги об истории знамени – 1500 экземпляров. Почти весь он будет подарен школьным библиотекам Самары. А Роман родился из чувства любви к моему городу. И когда я думал о том, что в городе-то самое главное, самое значительное и самое великое, то я пришел к выводу, что выше этого знамени ничего нет у нас. Далее коротко о других событиях дня. Спасатели около двух километров несли на носилках рыбака, получившего травму ноги. ЧП случилось на реке Уса, рядом с селом Губино. 74-летний мужчина не смог самостоятельно передвигаться. К нему на помощь приехали четыре спасателя поисково-спасательного отряда Сызрани. Они и передали рыбака медикам. Безработный житель Самарской области задержан за попытку продать незарегистрированный охотничий обрез. Полицейским он заявил, что оружие нашел. Оперативники встретились с мужчиной под видом покупателей и задержали во время сделки. Он пытался сбыть обрез одноствольного куркового гладкоствольного охотничьего ружья ИШ-18 16-го калибра, а также пять патронов к нему. Возбуждено уголовное дело. Горе продавцу грозит лишение свободы до четырех лет. Чтобы отправить ребенка на отдых, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. В этом году меняется порядок бронирования путевок в летние лагеря. Чтобы пройти регистрацию на портале Госуслуги, можно либо обратиться в Центр обслуживания, либо непосредственно зайти на сайт. Забронировать путевки в одном из 33 лагерей Самарской области можно будет в течение трех дней – 21, 22 и 24 апреля. Самарская задумка получила национальную премию «Весна священная». Впервые за свою почти 45-летнюю историю артисты выступили на сцене Большого театра. Детский коллектив показал московскому зрителю спектакль «Приключения футбольного мяча», в представлении, в основу которого легли реальные факты о футболе и танце разных народов мира, задействованы более 200 актеров от 11 до 23 лет. Теперь задумка готовится к сольному концерту, который пройдет в Москве осенью. В ближайшие дни в Самаре пройдут дожди. Погода будет неустойчивой. Если в начале рабочей недели солнечно и сухо, то затем из-за высокой активности атлантических циклонов выпадут осадки. Дожди ожидаются уже в среду. Температура воздуха 11-16 градусов. В ночь на четверг 13 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем синоптики обещают облачную погоду без осадков. Температура воздуха 7-12 градусов выше нуля. Флип – это второй по сложности прыжок в фигурном катании. Его именем назвали свою детскую мечту участники клуба фигурного катания для взрослых. Второй отчетный концерт состоялся в эти выходные. Флип продемонстрировали сразу несколько фигуристок. Лара Гурова – ведущий экономист Ракетно-космического центра. О фигурном катании мечтала с детства, но тогда не было ни возможности, ни физических данных. Все случилось в 45 лет, когда друзья в шутку подарили на день рождения коньки. Вначале казалось, до каких-то спортивных успехов, как до космоса. Все изменилось, когда ушли страх и неуверенность. Первый шаг – идет волнение. На лед всегда выходишь, волнение. Потом идет потрясающая радость. Такой идет драйв, не слышишь музыку, не видишь ничего вокруг, получаешь огромное-огромное наслаждение. Фанаты фигурного два с половиной года назад катались в Самаре где и как могли. На счастье, в этом коллективе нашлась энергичная девушка Екатерина Филатова. Она и организовала этот клуб из динамышленников. Желающих реализовать детскую мечту набралось 16 человек. Я сделала это для себя любимое. Мне очень хотелось кататься, поскольку никто не принес мне его на блюдечке. Я сделала это для себя, но я не одна. Нас очень много, мы все дружим, мы все катаемся вместе, мы весело проводим время. Поэтому, конечно, немножко и для них. Архитекторы, переводчики, музыканты и даже летчик. Вне льда они серьезные люди. На катке веселятся и фантазируют, как дети. За два с половиной года девушки завоевали на российских любительских соревнованиях 23 медали. Сами шьют костюмы и изобретают образы. Своим упорством флиповцы вызывают уважение своего тренера. Иногда я ухожу из тренировки, что все плохо, что все ужасно. А на следующий день они с новыми силами идут вперед. Просто это детская мечта, о которой они мечтали с детства. И вот сейчас она осуществляется. Сегодня в клубе больше 40 человек. Прыгнуть флип – не главная цель фигуристов. Главное – никогда не поздно реализовать то, что когда-то казалось невозможным. А какой самый сложный элемент можно освоить? Главное – научиться падать. Серьезно? А что в этом сложного? Смотреться. Так. Мне кажется, самый сложный элемент я уже освоила. Остался флип. Инна Сыпанченко, Константин Головин. События. В Самаре подвели итоги городского конкурса на лучший ледовый каток. Зимой в городе было залито 115 площадок. Покататься на коньках и поиграть в хоккей можно было в парках, на площади Куйбышева, на набережной и во дворах. Конкурс был объявлен по двум основным номинациям. Лучший школьный каток и лучший дворовый каток. В первый победили 10-е, 74-е, 58-е и 73-е школы Самары. Лучшими ледовыми площадками во дворах признаны каток в поселке Береза и на Московском шоссе. За вклад в развитие спорта все победители получили благодарственные письма главы города. Мы популяризируем наш спорт, наш хоккей. И вот недавно у нас открылся чемпионат на призы Владислава Третьяка. Десятый уже чемпионат, в котором приняли участие за этот период 2000 участников. С 2012 года количество участников «Золотой шайбы» в городе выросло в пять раз. То есть все-таки мы вовлекаем наших детей в это полезное дело. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Нужен нам берег турецкий в аэропорту Курумыч встречают первый рейс Самары-Стамбул. Вдохновляет личным примером. В преддверии Дня космонавтики со студентами Аэрокоса встретился с герой России космонавт Олег Каноненко. Они смотрят в будущее и строят двигатели. Лучших работников завода «Кузнецов» сегодня отметят государственными наградами. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»